Здравствуйте. У кого-то уже началось, а у кого-то с утра были семинары. У нас начинается курс, который называется «Введение в анализ данных». С следующего года мы его переименуем, чтобы он назывался «Основа машинного обучения». Это будет более правильное название. Ну, пока вот так. Меня зовут Евгений. Я работаю на факультете компьютерных наук, руковожу бакалавриатом «Прикладная математика и информатика». Ну, и вот у вас буду лекции читать. Третий-четвертый модуль. У прошлого набора майнера я и дальше там продолжил читать лекции. На следующих курсах майнера, в этот раз посмотрим, как пойдет. Прежде чем я совсем начну, давайте пара таких технических моментов. У нас тут с вами в Zoom режим вебинара. Это значит, что я могу говорить, а вы не можете. Вот. Но это на самом деле удобно, потому что если проводить просто созвон, там обязательно люди подключаются, там включают звук, что-то шум какой-то, разбираться, глушить их. В общем, тут гораздо удобнее. Особенно наш канал коммуникации – это чат. Вот. Пожалуйста, вот он передо мной открыт всегда. Пишите в него. Желательно поменьше флуда. Ну, если можно, но как бы чтобы содержательное тоже было. Вопросы будут – пишите сюда. Я сразу увижу, отвечу там, скорректирую, подскажу. Вон еще есть Q&A. Вот у вас кнопочка такая есть. Вот мне не очень удобно туда смотреть. Лучше не пишите туда. Но если очень хочется, то пишите. Если вам хочется мне задать вопрос, ну, анонимно, то пишите мне просто в чат в личку, я никому не расскажу, кто задал вопрос. Ну, вот примерно так. Значит, еще тут, в принципе, есть возможность задать вам слово. Если очень захочется, тоже, если вам захочется высказаться очень сильно, напишите мне в чат, я вам звук включу. Вот как-то так. Меня нормально слышно, да? Все хорошо? Можете плюсик написать, если слышно. Ну, хорошо. Есть какие-то проблемы со связью? Бывает, к сожалению, где на Покровке сейчас тут случается всякое. Вы мне сразу пишите сюда, что там типа звук пропадает, звук там плохой. Бывает какой-то случается робо-войс. Вот. Я сразу прекращу тогда. Все, спасибо, спасибо, что написали. Ну, давайте начнем. А, не, кстати, еще один вопрос. Еще один вопрос, простите, прежде чем мы перейдем технически. Вот нас вот так сложилось, что в этом году это не только курс майнера, но еще его студенты с бизнес-информатики, третьекурсники, некоторые тоже слушают его. Вот тут есть такие студенты, которые вот не на ИАДе, но с бизнес-информатики? Есть, да? Есть кто-то. Ага, есть. Ага. Хорошо, да, хорошо. Супер. Да, еще один момент. В чат вот вы можете писать всем, а можете только ведущим, то есть только мне. Если вопрос задаете, лучше всем писать, чтобы все видели. Может быть, ваши коллеги вам сами подскажут. Мне немножко работу облегчить. Ну, ладно. Значит, обычно, когда начинают курс, рассказывают про всякие формальности, типа там формулы оценки и так далее. Я это тоже расскажу. Но давайте, чтобы с каких-то душных тем не начинать, я вместо этого немножко такое введение вам дам, чем будем заниматься. Наверняка многие из вас там слышали уже про анализ данных, машинное обучение, но кто-то и не слышал, поэтому я все же начну сначала. Значит, смотрите. Вот есть разные задачи, с которыми приходится сталкиваться, там, по работе, там, в жизни, в каким-то там личным делам и так далее. Вот, например, вам может понадобиться зачем-то предсказать, точнее, не предсказать и определить. Это вот что. Вам дается время в часах. Например, я вот вам говорю, что лекция продлится полтора часа. И вам нужно понять, сколько это в минутах. Полтора часа в минуту перевести. Ну, мы даем произвольное количество часов, и вам нужно в минуту перевести. Ну, как это сделать? Очень понятно, как. Нужно умножить на 60. То есть вот для этой задачи есть формула. Если х на часы, то я умножаю на 60 и получаю, собственно, минуты. То есть задача как бы решается, как это говорится, аналитической формулой. Вот, подставил, получил. Есть в явном виде вот такая формула, функция, которая тут позволяет все сделать. Есть задачи, ну, там, чуть посложнее. Это там понятно. Дети еще до школы умеют, там, немножко, да, переводить часы в минуты. Окей, посложнее. Вот, допустим, допустим, мне зачем-то, не знаю, зачем, может, там, вы предложите, но зачем-то понадобилось узнать, какая сила приложена к телу, если я знаю, что это тело имеет массу m и движется с ускорением a. Ну, да, вот вы формулу правильно пишете. Там, значит, есть f равно m a формула, да, второй закон Ньютона. Вот там его давно еще придумали. Видимо, Ньютон, да, хотя кто знает, в этих науках там бывает, что называется одним именем. Оно придумал другой, а вот мой вес при движении в лифте. Ну, хорошо, да, вот, окей, хорошо. Хорошее применение, да. Спасибо. Значит, вот, значит, тоже могу задачу решить. Тоже есть формула, могу по ней посчитать. Хорошо. Это все еще просто. Это там в школе на физике изучают. Давай теперь посложнее. Вот, допустим, мне потребовалось предсказать там погоду на завтра. Вот там, не знаю, вот я вот в Москве, в конкретной точке. Мне интересно, какая будет температура воздуха завтра в этой точке. Вот как бы вы предложили предсказывать? Ну, только какие-то прям вот рабочие варианты предлагайте, которые вот я прямо сейчас могу пойти и запрограммировать. Вот, напишите что-нибудь, идеи какие-нибудь. Регрессионная модель. Ну, хорошо, ну, регрессионная модель. А, типа, на основе чего она будет предсказывать? Посмотреть среднюю за все года. Ну, вариант, да. Посмотреть среднюю температуру в этот день, в прошлые годы, и вот, типа, выдать ее. Ну, может быть, может, неплохо, как у нас получится, да. Садистика просто, да, окей, хорошо. Не, про регрессионную модель хорошая идея, только надо понять, действительно, на основе чего мы будем регрессию строить. Брать определенные факторы с разными весами. Ага, ну, хорошо, да. В Москве всегда плохая вода. Вот, в принципе, вот тут тоже неплохой вариант. Вот что же, сейчас зима, да, зима. Зимой в Москве обычно что? Зимой в Москве обычно около нуля и мерзкая погода. Ну, вот, в принципе, может, такой прогноз подавать в любой зимний день. Не такой плохой прогноз будет. В принципе, там в большинстве дней он будет точным. Ну, может быть, завтра не совсем так будет. Ага, вот тут сложные вещи предлагаю. Значит, собрать данные из нижней атмосферы, посмотреть давление ветер, посчитать направление ветра циклона по отнециклонов. Ага, вот есть хакерский ответ. Делать запросы на какой-нибудь сайт погоды. Мне нравится этот вариант. Окей, хорошо. Значит, ну, короче, какие-то варианты есть. На самом деле, ну, возможно, кто-то из вас знает, у этой задачи есть точное решение. Значит, есть, извините за качество картинки, засквинил как смог из интернета. Значит, есть уравнение на въездокса. Вот, собственно, вот тоже тут чат некоторые написали. Это уравнение, которое описывает динамику как-то сплошной среды, да, это называется вроде бы. Я физику плохо знаю, поэтому я буду с фигней говорить какую-то. Значит, вот есть уравнение, которое, ну, по сути, если вы знаете в какой-то момент времени, в какой-то момент времени, знаете температуру в каждой точке земного шара, то по этим уравнениям вы можете посчитать, как эта температура будет переноситься в воздухе и какая она будет спустя любое количество времени в любой точке земного шара. Понятно, что эти уравнения там какие-то делают допущения, что-то не учитывают. Но, тем не менее, они очень неплохо описывают эти процессы. Уравнения, заметьте, дифференциальные. То есть какие-то вот там производные там есть. Это очень сложная конструкция. И проблема в том, что у этих уравнений, вот, конечно, их записали, да, но до сих пор неизвестно их решение. Вот нет какой-то формулы явной, которая говорит, что вот, значит, если мы знали температуру, там, не знаю, в 2000 году, 1 января, то вот температура в любой день, значит, потом равна вот этому. Эту формулу пока не удалось найти. Это открытая задача. Если вы придумаете, если вы найдете формулу, функцию, которую вы подставите в эти уравнения, и она будет решением, вы получите кучу денег. Там есть премии за это. Но пока не придумали. Но, тем не менее, их можно решать там численно. Есть специальные алгоритмы, чтобы, значит, по этим уравнениям найти, значит, прогноз. И можно воспользоваться этими алгоритмами, чтобы получить какой-то прогноз погоды на там следующий день. При этом там обычно поверх этого накручивают еще дополнительные какие-то алгоритмы, чтобы учесть все же там какую-то специфику региона, учесть то, что данных может не хватать, ну и так далее. Ну, речь не об этом. Ну, хорошо. То есть вот вроде бы такая сложная задача была, но как-то с ней разобраться мы смогли. Есть уравнения, можно их там как-то решить приближенно, и получим какой-то прогноз там более-менее адекватный. Давайте к следующей задаче перейдем. Значит, еще сложнее. А вот, допустим, мне дается текст какой-то. Ну, допустим, текст там отзыва на что-то, на какой-нибудь курс. Из СОПов там какой-нибудь текст дается, комментарий текстовый. И мне нужно по этому тексту понять, он позитивный или негативный. В нем хвалят курс или ругают. Это называется задачей анализа тональности текста или анализа эмоционального окраса текста. И, в общем-то, и вполне известная задача. Мы ее с вами научимся решать уже в этом семестре как-то. А там под конец майнора будете знать еще больше методов, как и решим. Значит, задача, кажется, посложнее. Но давайте подумаем. Вот, значит, ну, это какой-то старый пример, но тем не менее. Вот там, когда-то мы на Курсару запускали курс, его, значит, там написали на Хабре статью про это. И вот там были разные комментарии к этой статье на Хабре. Вот, например, такой комментарий. Позитивный или негативный? Позитивный, да. Позитивный, конечно. Про сопы на ПИ смешно, да. Я оценил, Александр. Значит, да, позитивный, позитивный. А как вы это поняли? По каким ключевым словам вы это поняли? Давайте подумаем. Вот, ну, то есть, вот видите, да? Вот как бы, вот есть какие-то там, типа, большое спасибо, да? Вроде как, такие позитивные слова. Вот там то, чего не хватает. Но при этом, вот как совершенно правильно, вот Артур, Анастасия отметили, может быть, сарказм, да? То есть, в принципе, кажется, что по отдельным словам понимать тональность этого текста не самая правильная идея. Нужно все-таки как-то, ну, похитрее это делать. Но вроде бы здесь по там словам мы поняли, сарказм мы с вами определять умеем, здесь вроде не он, поэтому мы сделали выложить текст позитивный. Но пока что какой-то вот четкого правила, как это делать, нет. И вот, например, вот такой отзыв. А он вот позитивный или негативный, как бы вы сказали? Ага, ну вот да, вот, собственно, вот Соня тоже написала, что позитивный, там есть слова большое спасибо. Там вот в кишках есть, можно как негатив воспринимать, но здесь вроде нет. Так, а вот этот текст, вот как бы вы сказали, вот какой он, вот то, что сейчас на слайде у вас. Ну вот да, вот непонятно. Вот есть мнение, что нейтральный, в принципе, я скорее согласен, наверное, он нейтральный. Но может быть, если вариант А2 и выбирать нужно между позитивным и негативным, то скорее негативный, конечно. Но если три варианта было бы, то нейтральный мы выбрали. Как мы это поняли, значит, там про большой минус, что вот какой-то другой курс там лучше. То есть, наверное, нас поругали немножко. Но тоже как бы тут вроде бы так поругали не сильно. То есть, в итоге, если мы хотим решать эту задачу, что нам нужно? Значит, нужно формально сделать вот что. Нам дается какой-то текст на русском языке. Давайте его за х обозначим. Х – это текст на русском языке. Нам нужно построить, нам нужно придумать какую-то функцию f от x, которая на вход принимает текст и выдает мне окрас. Ну, по сути, окрас, она, давайте, будет кодировать вот так. Минус один, если текст негативный, ноль, если нейтральный, один, если позитивный. Вот. Какая формула тому f будет? Совершенно непонятно. То есть, тут как бы возникает много вопросов. Вот x – это текст. Что значит x – это текст? Функция от текста. Не очень понятно. Мы с вами знаем там из школьных курсов, из математических курсов, только функции, которые от чисел зависят. Функция от текста – это что-то сложное. Мы с вами разберемся, как это сделать в нашем курсе, но пока непонятно. Потом наверняка мы не сможем выписать какую-то функцию, которая вот для любого текста будет очень точно определять его окрас. Скорее всего, будут какие-то тонкости, будет там ирония, сарказм, до сих пор до конца непонятно, как сарказм выделять, ну и так далее. Да, ну, собственно, вот тут всякие шутейки пошли, тоже совершенно правильные, что вот когда котел на Америке кого-то спасает, фраза «спасибо, Кэм» будет значить другое, да, Артур совершенно верно. Вот, по ключевым словам можно, но, как я сказал, по ключевым словам это будет не точно. Мы до сарказма будем пропускать все-таки. Есть шанс, что он какой-то очень тонкий будет. Вот. Через регулярные выражения тоже можно, но это, по сути, то же самое, по ключевым словам, по каким-то словосочетаниям, фразам. Тоже мы что-то упустим. Короче, задача какая-то сложная, и ее решить точно пока непонятно как, но решать надо. И таких задач много. Задач, где у нас как бы надо что-то предсказывать, надо что-то определять. Формулы для точного решения, скорее всего, нет. Нет какого-то алгоритма, который однозначно вам будет давать ответ, который всегда правильный. Но что-то делать нужно. Например, там задача предсказания спроса на товары. Важная задача. Нужно ее решать, чтобы, например, планировать, сколько в магазин и завозить чего, чтобы это не залеживалось на полках. Задача там определения заболеваний всяких сложных у пациентов. Задача там, не знаю, какого-нибудь анализа фотографии, где по фотографии хотим понять возраст человека. В общем, много разных примеров. На слайде еще больше написано. Везде проблема такая есть. То есть задача нужная, но четкого алгоритма ее решения нет. Но во всех этих задачах, что их объединяет, которые я сейчас назвал, включая задачу анализа тональности, есть одна общая штука. В них можно собрать много примеров того, как решать эти задачи. Например, я могу взять, скажем, тысячу отзывов. Вот нас с вами сейчас тут сколько? 200 примерно человек. Возьмем с вами тысячу отзывов, поделим между собой, каждому достанется по сколько там? По пять отзывов. Разметим их вручную. Для каждого отзыва напишем, что это позитивный, это негативный, это нейтральный. Получится уже набор из тысячи текстов, для каждого из которых мы знаем, какая у него тональность. Получатся примеры решения задачи. Там задача предсказания спроса на товары. У нас же наверняка есть исторические данные, в которых записано, что вот в том месяце продали вот столько там бананов, столько яблок, столько там, я не знаю, салфеток. Вот, значит, тоже вполне можно, вполне можно такие данные собрать. И вот как раз таки мы будем с вами заниматься тем, чтобы, имея вот какое-то количество примеров решения задачи, по этим примерам найти алгоритм какой-то, который неплохо будет решать эту задачу. С ошибками, с неточностями, но неплохо. И вот, собственно, про это машинное обучение и есть. Этим мы и будем заниматься. Вы вот говорили, что тысячи текстов маловато для датасета. Ну, маловато, согласен. Ну, там, окей, пять тысяч возьмем. Ну, побольше будет у каждого это на разметку. Пяти тысяч обычно уже достаточно, чтобы какую-то модель несложную построить. Ну вот. Короче, вот примерно это будет предметом нашего с вами изучения. Значит, как по данным, по примерам, находить какие-то сложные зависимости, находить какие-то алгоритмы. Ну, ладно. Значит, вот примерно так обрисовал, чем будем заниматься. Давайте теперь поговорим про организацию все-таки. Немножко скучного. Значит, смотрите. Ну, я думаю, из вас-то многие уже эти ссылки знают, но тем не менее. Значит, у нас есть Вики. Вот у нас ссылочка тут есть. На самом деле, не нужно эту ссылку запоминать, просто вот заходите на viki.cs.hs.ru, вики нашего факультета, там найдете, там есть прям вот ссылка на обведение в анализ данных на наш курс. Вот там будут ссылки на слайды, на записи лекций, там на семинары. Много полезного будет. Поглядывайте туда. У нас есть канал в Телеграме. Ой, только тут, кажется, ссылка не совсем правильная. Тут и не хватает. HSE, IATA 2021, извините. Значит, вот, есть канал для объявлений в Телеграме. Вот, заходите, я там буду, ну, и семинаристы тоже, истенты, мы будем там самое свежее все постить. И есть... А, все верно, да? Ну, хорошо, ладно, окей. Ладно, значит, это я опечатался, извините. Ну, тогда хорошо, что ссылка правильная. Заходите, присоединяйтесь. Там вот, обязательно присоединитесь, там вот реально, вот без этого канала вам будет тяжело жить. Присоединитесь, пожалуйста. Вот, и есть чат. Ну, это такой чат общий. Вот, на весь курс мне не очень понятно его предназначение, поэтому, ну, можете зайти, конечно, но, в принципе, там на Вики есть ссылки на чаты и в канале, есть ссылки на чаты отдельных групп. Поэтому для задержательных вопросов лучше в чат своей группы добавьтесь. Вот, там можно домашку обсудить, там вопросы позадавать и так далее. Вот тут спрашивают, есть ли смысл писать конспект лекций. Как удобно. Все есть, записи есть, слайды выкладываются. Мне кажется, не нужно. Но, как бы, опять же, зависит от того, как вы запоминаете. Если, то есть, как бы, я не буду ничего сверх слайдов рассказывать. Если вы, как бы, вам удобнее конспектировать по ходу дела, пожалуйста, я не против. Но, если что, как бы, все есть. Записи будут на Вики, да. Значит, что еще у нас будет? Значит, из форм контроля. Из форм контроля. У нас будут домашки. Домашки, их будет где-то штуки, там, 4-5 в течение курса по разным темам. На питоне нужно будет их решать. Они довольно-таки объемные. Мы будем давать примерно две недели на каждую. Кроме первых домашек, они будут короткие на недельку. Значит, начинайте заранее. Главный совет по ним. Потому что, если начать в последний день, есть шанс, что не успеете. Пожалуйста, выделяйте время на домашние задания. Они полезные. В них вы будете там с данными работать, модели строить. В общем, многому научитесь. У нас будут небольшие проверочные работы на семинарах. У нас все дистанционно с вами, поэтому формат пока придумаем. Но ссылку хорошо скину. Вот. Формат придумаем. Но какие-то проверочные будут на знание того, что было на прошлых лекциях и семинарах. То есть, просто это будет стимул вам повторять наш материал не только перед контрольным или экзаменом, но и по ходу дела. Они не очень много весят формуле оценки. Мы будем предупреждать заранее проверочных, конечно. Нет, внезапных проверочных не будет. На первом семинаре не будет. Будет контрольная работа. Обычно мы ее где-то в апреле проводим. Значит, на контрольной нужно будет знать ту теорию, которую мы пройдем к тому моменту, и решить пару таких теоретических задачек. Примеры мы вам дадим, они уже есть на Вике на самом деле. Может быть, это очень важная штука. Во-первых, она тоже как бы это стимул для вас хорошенько поботать то, что мы изучаем не к экзамену, а пораньше. И тем, кто хорошо напишет контрольную, можно будет на автомат критик давать. Ну и, собственно, автоматы, как правило, мы делаем вот как. Мы считаем вашу накопленную оценку. Если она там 6 и выше, и у вас контрольная написана хорошо, то вы получаете автомат. Такие дела. Ну и экзамен еще будет, экзамен письменный. Хорошая контрольная каждый год определяется по-своему, что это такое. В какие-то года это и от 5, в какие-то и от 7. Зависит от того, как вы напишете. Вот, посмотрим. Я вот как бы, автоматы штука такая же добровольная для меня. Поэтому я все-таки предпочел бы сейчас сказать вам только общие вещи, что вот автоматы будут. Для того, чтобы получить автомат, нужно иметь накоп хороший, 6 или выше, и хорошо написать контрольную. Ну а вот все-таки конкретику я бы сказал попозже, чтобы немножко вас в напряжении подержать. Ну так, чуть-чуть. Значит, как понять, в какой вы группе? Посмотрите в РУЗе, кто ваш преподаватель, кто ваш семинарист. А на ВИКе есть сопоставление фамилии семинаристов с номерами групп. Веса, конечно же, известны. Форм контроля. Вот они. Значит, ну, я думаю, нет смысла комментировать. Ладно, скажем, вот домашки, проверочные, контрольные, экзамен. Ну, такая формула оценки. Ну, соответственно, накопленная оценка этого, эта часть без экзамена поделить на 0,7. Значит, что мы будем с вами изучать? Вот этот курс, который вот сейчас у нас начинается, посвящен такому классическому, классическому машинному обучению. В нем будем изучать вообще основные концепции такие. Будем изучать там, как устроены модели, как считается их качество, как же такое переобучение, как с ним бороться, какие там есть типы задач, с чем регрессия, классификация отличаться, ну, и так далее, и так далее. И, конечно, пройдем методы основные. Метрические методы – это методы приближающих соседей, пройдем линейные методы, пройдем решающие деревья, пройдем композиции моделей, это случайные леса и градиентный бустинг, ну, и немножко поговорим про обучение без учителя. В конце я поговорю про какие-то дополнительные темы, там, рекомендации, ранжирование, если успеем, ну, это там, если времени хватит. Но вот основное – это пройти вот такое классическое машинное обучение. Основная наша задача на этот семестр. Значит, еще вопросы были. Значит, как проверяется ДЗ? Ну, это лучше у семинаристов спросить, и они как бы, они будут вместе с ассистентами проверять, они вам расскажут при выдаче ДЗ, что важно. Но, в принципе, там, в домашках они будут по пунктам, типа, вот, пункт, сделайте вот это. Скажите, почему получилось вот так. Как это вполне понятно, как проверять. Значит, работ на семинарах не учитывается, да. Ну, я как бы не считаю это правильным. Так что семинары, чтобы учиться, не чтобы вас оценивать. Значит, про БИИ. По БИИ вчера у меня спросили контакты семинаристов. Сегодня, я надеюсь, с ними договорятся про время, и вам сообщат, в каких вы группах и когда у вас семинары. Потерпите немножко, да, у вас там немножко затягивается все просто. Можно ли переводиться из группы в группу? Да, можно. Только нужно понимать, что мы группу формировали, ну, примерно так, по бэкграунду. По бэкграунду. То есть, там есть группа, где там все с экономики, есть группа, там, где все с ПИ или с МИЭМа. И понятно, что в пределах одной группы сила студентов примерно одинакова, и семинарист будет под нее подстраиваться. И, ну, желательно не переводиться в группу, где, например, или вам слишком просто будет по уровню изложения, или слишком сложно. Вот следите за этим. А так, между группами, пожалуйста, спросите у преподавателя, к которому вы хотите перевестись. Если он не против, то без проблем. У бизнес-информатики там вот вам объяснят. Там я пока сам не до конца понимаю схему. Третий модуль точно, четвертый посмотрим. пока мы договариваемся еще. Нет, если вы перевелись сейчас на Майнор, ну, можете пока в любую группу ходить. Потом в нее перевестись. Без проблем. По идее, там, ближайшие... То есть, если вы хотите, чтобы ваша группа поскорее появилась, пинайте ваш учебный офис. Вот алгоритм такой. Так, ну, хорошо. Значит, вот еще вот картинку я вам все в чат кидал. Вот я так вчера нарисовал, значит, чтобы вы понимали, к чему готовиться. У нас вот примерно по плану 18 лекций в этом курсе. И сложность будет меняться примерно вот так, этих лекций. Значит, вот сейчас будет все понятно. Потом где-то вот к шестой, к седьмой лекции мы дойдем до логистической регрессии, до оценивания вероятности, линейной классификации вот таких тем. Там будет тяжело. Там я в какой-то момент я начну очень сильно там махать руками, что-то там очень на пальцах вам объяснять. Будет непросто. Потом мы сбавим темп, там будут решающие деревья, там все понятно тоже будет. И потом где-то вот уже в мае мы дойдем до градиентного бустинга. И там снова будет жестко. Там опять как бы такая тема сложная, я буду много там пытаться каких-то аналогий проводить, взорву вам мозг. Но как бы оно того стоит. Это там очень мощный метод. Ну и потом под конец у нас будут темы такие для того, чтобы расслабиться. Значит, обращу ваше внимание, что если вам непонятно, то скорее всего это я неправильно объясняю, я плохо объясняю. Дело не в том, что вы какие-то неправильные. Вот. Поэтому как бы если вот не понимаете, пожалуйста, пишите мне. Я могу там в Телеграме вас проконсультировать. У меня есть часы консультационные вот по понедельникам. Тоже заранее напишите, если хотите созвониться. Пожалуйста, как бы я готов пообщаться. Вот. Так что вот как бы не ставьте на себе крест. Вот как бы у меня к вам главная просьба. Вот у нас будет сложно, но вы все сможете. Главное, не забивайте, просите семинариста, ассистента, просите меня что-то объяснить, помочь. Мы всегда рады будем вам помочь. Я очень хочу, чтобы вы все поняли, то, что мы будем изучать. Но вы тоже старайтесь. Тоже как бы не забивайте. Главный посыл такой. Про матаппарат я расскажу чуть позже. Значит, про учебники. В принципе, есть какие-то вот учебники, которые у нас в ПУДе написаны, но не то, что я как бы прям настаиваю, чтобы вы их читали. Материалов достаточно более близких нам. А именно, значит, есть вот наш курс. Будут там по нему вот слайды, там видео. Дальше. Вот на ПМИ я читаю более сложную версию этого курса. Называется «Машинное обучение 1». Она вот была осенью, я как раз закончил ее читать. Вы можете вот зайти на вики этого курса. Значит, там, кроме видео лекций, есть подробные конспекты каждой лекции. Вот я сам их писал. Прямо вот PDF-ка, где вот все, что я рассказывал, все расписано. Ну, как получилось. Вот там посложнее, там так математика на уровне повыше, чем то, что будет у нас. Но, в принципе, вы можете тоже туда пойти, почитать. Наверняка там будет более-менее понятно. Какие-то темы, которые я буду разбирать сейчас, они на ПМИ разбираются в «Машинное обучение 2». Тоже вот есть ссылочка, можете пойти, там все есть. Дальше есть онлайн-курсы. Ну, вот, значит, есть вот такая специализация. Вот она. Недавно мы ее запустили на Курсере. Там, собственно, есть два курса, которые вот я записывал в основном. И там, по сути, вот материал очень близкий к тому, что я рассказываю здесь. Ну, очень близкий. Вот, поэтому тоже вот можете пойти туда, там видео посмотреть, может быть, там что-то понятнее будет, тоже может быть полезно. Еще вас подключат к этому курсу, по идее, всех автоматически, так что прям у вас доступ будет. Еще есть много других онлайн-курсов по машинному обучению. Есть там курс Эндрюина, знаменитый, на Курсере, тоже можете его посмотреть, там очень понятно все. Есть вот курс, там, наш от Вышки, где я тоже немного участвую, но он такой хардкорный достаточно, вот второй. Есть там специализация физтеховская, в которой я тоже записывался, третий. Я себя не пиариваю, что я не настаиваю, чтобы выходили туда, просто рассказываю. Просто мне кажется, чем ближе к тому, что я рассказываю, тем удобнее вам будет смотреть. Вот. Значит, и еще важный момент. Вот тоже мы такую недавно сделали специализацию, меня там нет. Вот. Про математику для анализа данных. Вот ее я прям вам очень рекомендую, и я постараюсь, чтобы мы вас тоже к ней всех подключили. Это вот специализация от наших преподавателей, там вот Борис Борисович Демишев есть, вы его знаете хорошо, некоторые. Вот. Где вот как раз рассказываются те разделы математики, которые пригодятся в этом курсе. И вот если вы будете с математикой испытывать проблемы, я вас, скорее всего, отошлю к этой специализации, если сам не смогу что-то объяснить. Вот. На Вике почти все эти ссылки есть. Давайте я себе запишу, что надо все добавить. Вот. Добавлю. Значит, немного о том, что нам понадобится. А вот вопрос специализации на пистихе, дублирует ли курс. Нет, там вот от нее мы довольно далеко уже ушли. То есть ближе всего к тому, что на этом курсе вот это, предпоследнее. Я на Вике выложу эти ссылки. Значит, что вам понадобится? Ну, во-первых, вот там в чатик мы выложили ссылку на опрос некоторый, где мы хотим понять ваш уровень. Пожалуйста, заполните его, он анонимный, но мне очень важно понимать, вот что вы знаете из того, что нам пригодится в канале курса. В канале курса. Вот я на него ссылку давал раньше. Значит, но вообще вот если общими мазками, вот что нам пригодится? Значит, из мотоанализа я буду часто говорить про производное и про градиент. Круто, если вы это знаете. Я опять же постараюсь, когда мы дойдем до этого, на пальцах объяснить, что это такое для тех, кто там пропустил это в свое время или там не проходил. Но как бы вот круто, если вы там про это почитаете заранее. Что это такое? Мы не будем вас заставлять прям считать производные градиенты в больших количествах, но понимать как бы концептуально, что это нам понадобится. Из линейной алгебры тоже такие основные концепции нам пригодятся. Что такое векторы и матрицы? Нормы, метрики, скалярные произведения. Просто определение, что это. Как умножать матрицы? Как обращать матрицы? И под конец мы там немножко воспользуемся собственными числами и собственными векторами. Вот. Тоже как бы круто, если вы про это почитаете, вот посмотрите онлайн-курс. Я тоже про все эти штуки расскажу, когда мы дойдем. Но опять же, я там не профессиональный преподаватель математики, вообще не профессиональный преподаватель. Вот. Поэтому я могу плохо объяснить. Вот. Возможно, понадобятся еще какие-то источники. Еще там немного теории вероятности и статистики у нас возникнет. В принципе, вот без этого обойтись уже можно, если вы не знаете и не надо. Но если вы вдруг знаете какие-то основные распределения дискретные, непрерывные, то есть нормальные распределения, распределения вернули, бинамиальные, если вы знаете, что такое матожидание дисперсия, если вы знаете, что такое корреляция, это сильно вам поможет. Но если нет, вот тут я как бы тоже все в виду. Все объясню. Ну вот такие основные математические концепции нам пригодятся. Не так много, не так много, но немножко подтянуть это стоит. Практика показывает, что больших проблем с этим не возникает ни у кого. Так что если вы здесь, вы точно с этим можете разобраться, если еще не разобрались. Ну и, конечно, вам нужно уметь писать на питоне. Вы этим занимались в прошлом семестре на нашем майнере, ну и, конечно, будете практиковаться здесь. Я сразу скажу, что программировать, особенно вот то, что мы будем с вами делать вот в этом курсе, это всегда болезненно. Но как бы это нормально. То есть если вам тяжело, если приходится там документацию, почитывать, на столько варфлоу заглядываете, с какими-то ошибками разбираетесь, это нормально. Это вот абсолютно правильный и важный опыт, который вы должны получить. Если вот вы попытались сами там что-то почитали, погуглили ошибку, посоветовали с одногруппниками, не получилось, всегда есть ассистенты и семинаристы, никаких проблем, обращайтесь к ним, они вам помогут. Но сначала, когда вы будете программировать, делать домашки наши, немножко потратите время на то, чтобы самостоятельно пытаться разобраться. Это важно. Такой совет. Вопрос. А какими компетенциями будете владеть после курса? Ну, я такие формальные слова не очень люблю компетенции, не умею расстроить таких терминах. Но, например, вы научитесь по сути на питоне готовить данные, работать с табличными данными, делать с ними сложные преобразования, обучать классические модели, линейные, метрические, композиции, случайный лес, бустинг, научитесь их интерпретировать, научитесь их применять, чтобы строить прогнозы. Ну и, в общем-то, вот как-то так. Вся эта теория, да, вот Антон правильно спросил, да, она есть в курсе математики для анализ данных. Вот, да, все это есть. Собственно, я там как бы, я вот, условно, выступал одним из заказчиков для этой специализации, я там писал, что я буду, значит, что нужно знать, так что я надеюсь, что там все это было учтено, там точно это было все учтено. Вот, посмотрите. На работу, на работу возьмут. Опыт показывает, что там у студентов с нашего майнера, кто хорошо учился, проблем пойти работать по нашему направлению особо нет. И что будет дальше? Давайте еще скажу, прежде чем мы перейдем уже к там снова обсуждению машинного обучения. Значит, после этого курса будет еще два курса на майнере. Осенний курс, третий, будет простого глубинного обучения. Там будем разбираться с нейросетями, как они работают с изображениями, про компьютерное зрение будем говорить и про немножко нейросети для текстов. И будет четвертый курс прикладной сдачи анализа данных, где, собственно, будут обсуждаться конкретные прикладные задачи. Там сдача NLP, это в смысле Natural Language Processing, а не нейролингвистическое программирование. Там работа со звуком, там генерация картинок, как рекомендательные системы строить, как временные ряды прогнозировать. Вот в этом году попытаемся еще немного про разработку такую профессиональную поговорить, про DevOps, как с продакшеном работать. В общем, тоже такие полезные темы. Ну вот примерно такой набор тем мы с вами пройдем, чтобы вы понимали, что вас ждет дальше в майнерах. Спрашивают тут, что делать, если перевелся к нам, учил плюсы с питоном пока на вы. Ну, возможно, придется подтянуть питон, какие-то тоже курсы посмотреть, на датакемпе порешать что-то, но я думаю, получится. Если вы плюсы знаете, то питон – это вряд ли большая проблема. Ну, как бы, то есть, ну, реально там, у меня тоже был момент, когда я знал плюсы, там, на питоне, там, пару дней почитал документацию, нормально стал код писать. Так что это, я думаю, у вас не будет проблем дальше. Мои контакты, почта, телеграм, если какие-то вопросы, вот пишите, пожалуйста. Ну, как бы, опять же, при этом, там, ну, мне стыдно, но у меня там, я бывает большой загруз, вот, и, значит, поэтому я могу не быстро отвечать. Поэтому, если там вдруг вы чувствуете, что проблему можно решить, там, семинаристами или ассистентами, начните с них. Вот, но пишите мне, я, может быть, там не сразу, но обязательно всем отвечу. Телеграм абсолютно нормально мне писать по вашим вопросам. Так что, вот, обращайтесь. Ну, что, какие-нибудь еще вопросы по организации? Нет? Ну, хорошо. Тогда поехали, значит, обсуждать. Ну, я там в конце оставил немного времени, чтобы поговорить про то, там, где это пригождается, но все-таки я не очень люблю такие гуманитарные рассказы. Поэтому давайте для начала поводим какие-то определения с вами, какие-то термины, которые мы будем использовать абсолютно на каждом занятии, которые нам нужно, значит, уметь понимать, уметь ими пользоваться. Ну, и опять же, чтобы там было не скучно, чтобы никак там на математике бывает, что, ну, вот, давайте определим, там, что такое там предел, вот, давайте определим, что такое производное. Давайте на каком-то примере это делать. Значит, вот есть такая платформа, не знаю, давайте так, давайте вот обратный опрос, вот, кто не слышал, что такое Kaggle? Ага, есть те, кто не слышали? Кстати, вот тут что-то в QND мне написали, давайте я гляну. Это не мне написали, окей. Значит, есть те, кто не слышал? Значит, Kaggle – это такая платформа для проведения соревнований по анализу данных. Зайдите обязательно, посмотрите, она там очень, ну, как, ну, в общем, если вам не хватает практики, вы это правильное место, чтобы пойти, пойти, решать реальные задачи. Там приходят компании, размещают свои там данные, говоря, что вот задача такая, нужно предсказать вот это, качество вашего решения измеряется вот так. И все набрасываются, решают, те, кто там занимает первое место, получают кучу денег, там славу, предложение о работе, вы это все, короче, посмотрите. И вот на Kaggle была такая задача, TFI Restaurant Revenue Prediction называлась, ну, конечно, TFI – это какая-то группа компаний, которым KXI принадлежит, по-моему. Значит, у них задача такая была. Вот есть какие-то, значит, рестораны, какой-то набор ресторанов, ну, как ресторанов, забегаловок, где вот там крылышки продают. Она по всему миру. И вот, значит, про эти рестораны известно, сколько они заработали в первый год. Теперь мы хотим открыть еще один ресторан, допустим, в Москве. И вот у нас есть в Москве 50 вариантов, где открыть. 50 точек конкретных, 50 адресов. Мы хотим выбрать, где лучше. Лучше значит, что где этот ресторан, забегаловка, принесет больше всего денег в первый год. Хотим выбрать место открытия ресторана, где он заработает больше всего. То есть, по сути, наша задача – это для какой-то точки, где мы можем открыть ресторан, предсказать, сколько он там заработает в первый год. Ну, такая задача. Реально, можете погуглить. Ну, давайте к определениям. Значит, да, вот, кстати, вот я сейчас как-то подумал, вот это, наверное, первый раз, когда я вот на этом курсе лекции полностью в зуме буду читать. Я вас ни разу не увижу. Как-то это грустно. Не знаю, я просто поделился, что как-то вот даже в лицо вас никого не запомнили. Ну, может, не знаю, может, на консультации будете приходить, мы там с видео пообщаемся хотя бы. Вот уже хоть что-то. Не, майнеры теперь, майнеры навсегда теперь онлайн. Значит, со следующего года майнеры будут межкампусными все, то есть вот на ИАД к нам смогут записываться люди со всех четырех кампусов, ну, а понятно, что это уже совершенно точно онлайн. Может быть, семинары будут оффлайн, не знаю, но лекции, как бы вот по моей части, точно я уже никогда студентов на майнере не увижу в фигуру. Только из семинара возьмусь вести. Ну, да ладно, короче, как-нибудь придумаем с вами, как повидаться. Значит, давайте теперь про, собственно, определение. Закончим наше отступление лирическое. Значит, смотрите, первое, с чем нам нужно определиться, когда мы ставим задачу машинного обучения, это вот что мы анализируем, для чего мы делаем прогнозы. Вот то, что мы анализируем, называется объектом, ну, по-английски даже вот не совсем sample, я вот тут как-то криво написал, правильно, example, наверное, есть там статьи, почитали, говорят example. Это вот то, для чего мы делаем прогноз. Обозначается буковкой X объект. В нашем случае, вот конкретный объект, это какая-то точка, где мы собираемся открыть ресторан. Множество всех объектов, это пространство всех возможных объектов, даже правильно говорить, обозначается вот такой X красивой, вот, вроде бы этот шрифт называется ажурным, X ажурная. это вот типа все возможные места открытия ресторана, все возможные точки, где я, в принципе, могу захотеть предсказать потенциальную прибыль. Дальше. Значит, вот у меня есть объект, и для него я что-то предсказываю. Вот то, что я для него предсказываю, называется ответом или целевой переменной, по-английски target, вот, и обозначается буквой Y. В нашем случае это прибыль в течение первого года работы. Вот по объекту предсказываю ответ. Ну и там множество всех ответов, то есть набор всех ответов, которые в принципе могут быть у меня, называется пространством ответов, обозначается вот такой Y красивой, и по сути это все в моем примере любое вещественное число. Прибыль может быть любой, положительный, отрицательный, дробный, какой угодно. Окей. Значит, ну, мы могли бы, да, в этой задаче попытаться там включить наше экономическое мышление, которого у меня, например, нет в принципе, вот, и попытаться там как-то понять, от чего зависит прибыль ресторана, какие там закономерности, какую-нибудь формулу выписать, не будем этого делать. Вместо этого давайте вот будем, как я и анонсировал раньше, пытаться по данным автоматически как-то понять, от чего прибыль ресторана зависит. Нам понадобятся данные, нам понадобятся примеры того, сколько другие рестораны заработали в первый год. Вот такие примеры называются обучающей выборкой. И, по сути, обучающая выборка – это набор объектов, для которых я знаю правильные ответы. Обозначается буква х большое, обучающая выборка. И вот, смотрите, записывается вот так. Это, значит, какие-то объекты х и т. Для каждого объекта х и т есть правильный ответ y и т. Их у меня L штук. Вот такая хитрая запись. Пара х и т, и т. И вот я пишу, что их у меня там с первого по L штук. Буквой L я всегда в этом курсе, ну и дальше тоже, буду обозначать размер выборки, размер моей обучающей выборки. Хорошо. Дальше. А, ну, кстати, вот тут давайте отмечу, что вот мы с вами в этом курсе всегда будем считать, что обучающая выборка уже дана. Вот нам дали пример решения задачи. Дали вот там рестораны, которые уже там больше года открыты, известна их прибыль. Что там нам дали там, скажем, там какие-нибудь магазины, про которые известно, сколько там товара в них купили, какого в прошлом году. Дали там фотографии, про которые известно, сколько лет людям на этих фотографиях. И так далее. Но вообще это отдельная большая задача, где достать обучающую выборку. И ей особо научить нельзя, потому что ну, как бы везде своя специфика, везде свои источники данных, они хранятся по-своему. Везде свои особенности, свои косяки в этих данных. И поэтому вот с этим, если вы пойдете работать вот в Data Science, если пойдете в нашу сферу работать, то вам вот каждый раз придется с нуля разбираться, как вот именно в этой задачи данные достать. Там есть некоторые трюки, например, там можно краудсорсингом заниматься, там с помощью ручной разметки собирать данные. Но это всего лишь один из способов. Есть гораздо больше подходов. Дальше. Признаки. Что это такое? Вот смотрите. Значит, вот пока что, вот что такое объект у меня? Это какое-то конкретное место, где можно открыть ресторан. Для компьютера это совершенно непонятная концепция. Где открыть ресторан? Что это такое? Ну, типа, адрес ему я скажу, компьютер пойдет по этому адресу и посмотрит, что там? Ну, конечно, нет. Компьютер умеет только с числами работать. И поэтому мне нужно каждый мой объект описать какими-то характеристиками, желательно числовыми, чтобы уже моя вот там, мой алгоритм какой-то, чтобы компьютер мог уже по этим числам пытаться учиться предсказывать мою целевую переменную. Мне нужно какими-то характеристиками писать объекты. И вот эти характеристики, характеристики, которыми я их опишу, называются признаками или факторами или features. Нередко говорят фичи. Не надо так говорить. Давайте будем за русский язык. И, значит, это какие-то характеристики. Я буду считать, что их у меня D штук, объектов у меня L, а признаков D. Ну, D типа вот dimension, размерность. И буду записывать вот так, что вот у меня есть объект X, и он описывается набором из D признаков X1 и так далее, XD. Вот D признаков. По сути, у меня X это как бы вектор. Ну, для тех, кто знает, что такое вектор. По сути, X это как бы у меня вектор, набор чисел. Ну и вот, собственно, вот эти числа. Ну, ладно, я что-то немного спойлеров. Давайте пока без спойлеров. Ну, собственно, вот предложите. Предложите. Вот какие признаки могут пригодиться в нашей задаче? Вот предсказания прибыли ресторана. Как думаете, вот что, какие вот характеристики места, где мы ресторан открываем, ну, влияют на то, сколько он заработает? Я пока кофе попью. Так, значит, ох, сколько написали-то. Значит, там арендная плата за помещение, координаты, близость к метро, трафик, население, там площадь, проходимость, диалогация, средний чек, число офисов, ох, ну, вы молодцы. Ну, в общем-то, да. Да, вот смотрите, значит, вот Анастасия мне очень правильно предъявила, что вот вы сейчас, по сути, занимаетесь той экономикой, в которой мы не шарим. Значит, смотрите, есть большая разница. Вот, кстати, вот тут какие-то признаки, которые я смог придумать, давайте на них посмотрим, но вы это все назвали вроде бы. Значит, смотрите, вот что мы тут делаем? Вот в экономике мы должны не просто придумать какие-то признаки, мы должны еще и как-то там эмпирически, да, из каких-то гипотез вывести зависимости между этими признаками и целевой переменами, должны предложить какую-то формулу. Здесь подход будет другой. Мы накидаем признаков побольше, все, что можем посчитать, а дальше наши вот эти методы, которые мы с вами будем изучать, пускай сами разбираются, какие из этих признаков и как влияют на наши ответы. Типа вот здесь наша задача просто накидать побольше данных, все, что можем достать. Можем сюда накидать признаки, которые вообще не влияют на задачу. Можем там фазу Луны добавить. Модель сама разберется, что фаза Луны не влияет. Но либо разберется, что влияет, это будет повод задуматься, что что-то с нашими данными не так. Вот, но, короче, вот пока накидываем признаки все, которые можем придумать. Вот, немножко ответил на ваш вопрос или все еще как бы сомнительно звучит? Ну, надеюсь, что... Ага, хорошо, хорошо. Значит, вот, вот, значит, вот правильный вопрос тоже задали. Известны ли все эти признаки? Значит, смотрите, вот с признаками есть как бы два этапа. Первый – это просто их придумать. Вот мы с вами накидали. Второй – это их посчитать. И это тоже наша с вами задача. Вот мы, например, придумали. Там посчитать, что признак там площадь ресторана, который собираемся открывать. Ну, это там понятно. Это, наверное, есть там в описании объявления. Это легко. Но можем, например, придумать такой признак. Там средний доход жильцов, которые как бы живут рядом с этим местом. Где мы это возьмем? Вообще непонятно. Ну, окей, если мы там в банке работаем, мы, наверное, можем пойти, взять там профили наших клиентов, взять адреса их прописки, хотя опять же не факт, что они живут там, где прописаны, и там как-то посопоставлять адрес прописки с адресом ресторана, те, кто живут рядом, взять их зарплату. А если мы не в банке? Можно вот, да, можно, например, там пойти на сайт, ну, там автоматически пойти попарсить сайт с объявлениями, да, найти арендную стоимость квартир в этом районе. Можно, например, пойти там, взять спутниковые снимки этого района, посмотреть, какие машины там стоят, распознать это как-то, и по маркам машин понять. Короче, вот для некоторых признаков надо прям вот придумывать, как их посчитать. Поэтому вот вы правильный вопрос задали, где их брать? Признаки нужно придумывать такие, которые мы можем посчитать, для подсчета которых у нас есть данные. Потому что может быть, что какие-то признаки мы не придумаем. Чтобы вы понимали, насколько это важно, насколько важно придумать хорошие признаки. Вот там в компаниях, в отделах компаний, где очень сильно все завязано на машинное обучение, скажем там, в поиске Яндекса, да, или в поиске Гугла, там прям обычно есть выделенная команда, человек там 15 может быть, людей, у которых вот фуллтайм работа, это придумывать новые признаки для модели. То есть они вот сидят, придумывают, что бы еще вот сделать такого, программируют эти признаки, проверяют, насколько они улучшают качество там того же поиска, если улучшают, то внедряют их. И этим занимаются вот прям реально все время. То есть, ну это супер важно, супер важно придумывать хорошие признаки в каждой задаче. Дальше. Ох, пошли вопросы про беседу ВКонтакте. Кстати, я никогда не был в беседе ВКонтакте. Они какие-то там очень приватные, видимо. Но они, да, бывают. Значит, дальше. Дальше. Вот мы с данными с вами разобрались. Теперь, собственно, нужно что-то, что будет делать прогнозы. Ну вот то, что делает прогнозы, я буду называть алгоритмом или моделью. Это синонимы. Модель, скорее, слово англоязычное. Алгоритм, это скорее слово, которое из советской школы. Еще в Советском Союзе тоже было много таких выдающихся ученых, которые занимались анализом данных. Тогда это называлось распознаванием образов. Вот. И вот называлось алгоритмом то, что делает прогнозы. Значит, если говорить формально, то алгоритм – это некая вот функция математическая, которая на вход принимает объект х и предсказывает, ну, целевую переменную. Я буду обозначать это а от х. А эта функция принимает на вход х, мой объект. Ну, какие модели могут быть? Самые разные. Собственно, как раз мы будем заниматься с вами в этом курсе большую часть времени тем, чтобы разбираться вообще, какие модели бывают. Ну и сразу приведу пример. Вот есть такая линейная модель. Вот давайте, кстати, вот вопрос тоже вам. Кто из вас уже где-то с линейными моделями сталкивался? Может, там эконометрику изучали? Или вот там какой-то еще, может быть, курс был, где вы с ними работали? Ну, вот сколько-то есть. На статистике у кого-то? Да, да, да. Вот. Окей. То есть, хорошо. Ну, нет, я как бы, нет, я иллюзии не питаю. Я понимаю, что у нас есть люди, которые с этим не сталкивались. Это абсолютно нормально. Майнер для всех. Поэтому я просто для себя спрашиваю, но потом буду, значит, все равно рассказывать все. Вот Александр спрашивает а от х, а от х. Точнее так, вот правильно записать вот как, что а от х. Да, вот привыкайте к моим кривым надписям, они будут у нас сейчас все чаще. А от х, он типа приближает y. То есть вот он пытается выдать что-то похожее на правильный ответ, но не гарантируется, что модель выдаст правильный ответ. И вот пример модели – это линейная. В ней я делаю вот то, что, смотрите, беру первый признак x1, умножаю на некоторый вес w1. Беру там второй признак x2, умножаю на вес w2 и так далее. Беру последний признак xd, умножаю на вес wd и все это дело складываю. Еще там некоторую константу w0 прибавляю, пока потом разберемся, зачем она нужна. Вот и получается, что я, по сути, суммирую все мои признаки с какими-то коэффициентами. Это называется линейной моделью. Пока вот просто вот примите, что она есть. Когда мы дойдем до них, я подробно объясню, почему она так выглядит, зачем она нужна, когда она применяется, когда нет. Пока давайте не будем этого касаться. Значит, w – это какое-то число. Я вот откуда-то его возьму и вот на него буду умножать признак. Отдельный вопрос, откуда их взять, это мы тоже с этим разберемся, когда дойдем до этих моделей. Пока просто вот, значит, есть признаки x, есть какие-то вот такие параметры, как говорят, да, есть какие-то веса, w. Например, например, вот, ну вот, да, вот, кстати, вот тут меня тоже Марина правильно предъявляет, что x обозначает объект и признак. Но вот я всегда буду проговаривать, что у меня здесь. Если у меня один объект, то сам объект – это x, а его признаки – это вот x с индексами. Если у меня, например, объект какой-нибудь там x1, то его признаки – это будет x1,1, x1,2 и так далее, x1,d. Вот так я буду признаки обозначать. Еще раз, да, w – это какие-то веса, просто какие-то вот числа, которые я зафиксировал, взял из головы, и вот с ними я складываю мои признаки. Задавайте вопросы, конечно, я хочу, чтобы вы все все поняли. Значит, и так, вот пример такой линейной модели вот записан здесь, что вот типа я беру там расстояние до конкурента ближайшего, умножаю на 100 тысяч. Ну, расстояние там, скажем, в километрах. То есть за каждый километр расстояния до конкурента у меня прибыль возрастает на там 100 тысяч рублей. Беру там расстояние до метро, умножаю на минус 100 тысяч. Ну и так далее. То есть вот у меня по сути линейной модели, я вот какие-то признаки складываю с такими вот весами. Так, вот спрашивают, размерность пространства у равна 1. Да, да, то есть у меня в этом примере ответ 1 всего, одно число, размерность 1. Да, вы правы. Хорошо, значит, вот модели, например, могут быть такими, могут быть другими. Я просто пример модели привожу, да, что вот, например, вот такая формула есть, я в нее поставил мои два признака, получил прогноз. Вот пример модели. Дальше. Дальше. А вот, кстати, еще спрашивают, если признак важный, но не количественный. Конечно, я в начале следующей лекции поговорю про то, какие признаки бывают. Мы поговорим о том, что они бывают не числовые, что там их нужно подготавливать специальным образом. Конечно, это важная тема, мы про нее там много поговорим в нашем курсе. Как мы уставливаем веса, этого пока не касаемся. То есть вот про это будем говорить позже, что вот типа эти веса нужно подбирать специальным образом. Я про это через пару слайдов скажу. Пока вот просто вот они какие-то. Потерпите немножко. Мне нравится, как вот я показываю формулы, и вот меньше становятся слушателей. Ну, как я говорил, объясняю, не всегда понятно. Если что, лучше спрашивайте меня. Значит так. Дальше. Следующая концепция. Вот мы поговорили с вами про там объекты, ответы, признаки, про обучающую выборку, про модель. Следующая концепция – это функция потерь, loss function в английском. Значит, это некоторая штука, с помощью которой я измеряю, насколько моя модель не права, выдавая тот или иной прогноз. Ну, более конкретно. Это значит… А, вот не написал, да? Ну, давайте вот напишу. Значит, функция потерь – это какая-то вот функция, которой я даю на вход правильный ответ. Вот Y – это правильный ответ. И прогноз моей модели. А. Вот два числа даю. Y – это что нужно выдавать. А – это то, что моя модель выдала. И функция потерь вот эта выдает мне какой-то штраф, какое-то число. Если она выдает ноль, значит, штрафа нет. Значит, модель идеально угадала правильный ответ. Если штраф там какой-то большой, значит, ну, ошибка. Вот типичный пример функции потерь для вот такой задачи, которую мы сейчас обсуждали – это квадрат отклонения. Вот. Беру правильный ответ Y, беру прогноз A от X, вычитаю одно из другого, возвожу в квадрат. Если у меня прогноз модели A совпадает с правильным ответом, с Y, то квадрат отклонения будет равен нулю. Штрафа нет. Скажите. Ну, вот такой вопрос, конечно, школьный, но тем не менее. А вот эта формула, вот, которая в кружок обведена, она может мне дать число меньше нуля? Не может, конечно, да? Это квадрат, да? Что-то в квадрате всегда или ноль, или больше нуля. Поэтому эта штука, да, она всегда больше и равна нулю. И, по сути, вот ноль – это минимальный штраф, и ноль у меня получается только если прогноз совпадает с фактом. Да. Вот. Ну, а если, например, у меня, скажем, не знаю, A равно сотне, а Y равен 101, то штраф будет равен единице. А если там A равно сотне, а Y равен 110, то штраф будет там равен сотне. Ну, то есть, короче, вот штраф будет больше уже. Ну, вот, получается, чем дальше у меня прогноз от факта, тем больше будет значение функции потерь. Так, значит, отвечу на ваши вопросы. Значит, Дмитрий спрашивает, что, если получится комплексное число? Ну, значит, мы нигде во всех следующих, вот в этом курсе следующих двух, нигде не будем касаться комплексных чисел. Они нам не пригодятся. Здесь я тоже не вижу, как оно может получиться. Я же не корень извлекаю, правильно? Вот. То есть тут только вещественное. Почему нам удобно, что мы теряем отрицательное? Потому что, значит, смотрите, я буду хотеть минимизировать функцию потерь. То есть я буду хотеть найти такую модель, при которой у меня значение функции потерь как можно меньше. То есть мне нужно, чтобы она была ограничена снизу, чтобы был вот какой-то минимум, какой-то идеал, до которого я мог довести мою модель. Если у меня функция потерь сможет принимать любые значения, то непонятно, что такое минимизировать ее. Поэтому мне удобно, что у этой функции есть минимум. Так, еще были вопросы. Как использовать функцию потерь, если мы заранее не знаем y? Нет, смотрите, функция потерь считается для обучающей выборки. А когда я давал определение обучающей выборке, я сказал, что это объект, для которых я знаю правильные ответы, для которых я знаю y. То есть, конечно, я эту штуку буду использовать только для тех объектов, которые уже мне даны с ответами. Да-да-да, вот тут тоже уточнили. Какая функция потерь? Я пока привожу просто пример, но мы с вами уделим очень много внимания, то есть реально мы там где-то полторы лекции или две даже будем говорить про то, какие бывают функции потерь. То есть, я вам там очень подробно расскажу, какие они в этой задаче могут встречаться и как их выбирать, какие они в классификации бывают, как выбирать. То есть, тоже про это будет много. Наберитесь терпения. Пока это просто для примера. Итак, вот у меня есть функция потерь какая-то, которая измеряет, по сути, ошибку на одном объекте. А у меня же целая выборка обучающая. Поэтому я хочу посчитать ошибку сразу для всей обучающей выборки. И вот, собственно, как это делается? В большинстве случаев я просто беру объекты в отдельности, для каждого объекта считаю квадрат отклонения и усредняю по всей выборке. Вот да, у меня вот стоит сумма. Кстати, вот давайте тоже вопрос такой. Это вопрос не стыдный, если что. А вот кого из вас вот значок суммы смущает? Есть такие? И что нормально, если он вас смущает? Смущает. Хорошо, тогда я это предвидел. Мы постараемся тогда некоторый ликбез по таким математическим обозначениям провести. Давайте вот сейчас начну. Смотрите, например, у меня есть какой-то набор чисел. Там, скажем, х1, х2 и так далее. Вот они как-то у меня проиндексированы. Вот у меня какой-то набор чисел. Вот х1, там какое-то одно число, х2 другое. Если я хочу их просуммировать, то я пишу в этот значок, большую сигму греческую, по некоторому индексу от 1 до d, это у меня d, х и t. И это, по сути, замена выражения вот такого. х1 плюс х2 плюс и так далее плюс xd. То есть, по сути, я вместо того, чтобы писать через плюсик все эти числа, могу вот такую сумму написать, и у меня получится какая-то штука. Отвечу еще на ваши вопросы. Почему а от х равно нулю – это плохо? Так, сейчас, я вот не очень понял. А где я говорил, что а от х равно нулю – это плохо? А, вот здесь говорил. Простите, я это не озвучил. Да, я тут это пропустил. Но, значит, идея такая, что вот если у меня будет модель, которая всегда, абсолютно всегда предсказывает нулевую прибыль ресторана, ну, очевидно, это неправильно. Какие-то рестораны зарабатывают больше, какие-то меньше. А это такая константная модель. Вот я тут говорил, что, типа, бывают модели бесполезные. Вот смысл в этом. Вот. Значит, и так, продолжим. На ваши вопросы отвечать. Значит, тут пропалином. Ну, пропалином мы еще поговорим. Пока давайте это оставим за скобками. Значит, это не дисперсия. Это не дисперсия. Дисперсия была бы, если бы вместо вот этого у меня был записан средний ответ. А тут у меня, как бы, свое число для каждого объекта, свой прогноз для каждого объекта. Это похоже на дисперсию, но это не дисперсия. Да, вот вы тут уже пояснили за это. Что за один на L слева? Да, ну, смотрите, вот это у меня. Это сумма ошибок по всем объектам. А потом я делю на L, чтобы у меня получилась типа средняя ошибка. У меня всего L объектов. Я считаю среднюю ошибку по всей обучающей выборке. Получаю вот такую штуку. Вот если я считаю среднюю ошибку... Я сейчас расскажу этот слайд до конца и посмотрю еще ваши вопросы. Хорошо? Значит, если я считаю вот такую среднюю ошибку по всей обучающей выборке, это называется функционалом ошибки. И это вот то, как я буду считать ошибку моей модели на обучающей выборке. Вот такая тема. Функционал ошибки – это средняя ошибка моей модели на обучающей выборке. Посмотрим на ваши вопросы. В чем запись между функционалом ошибки и функцией потерь? В чем разница? Функция потерь считается для одного объекта. Вот я один объект ей даю, вот на нем правильный ответ Y, прогноз от X. Я посчитал ошибку. А функционал ошибки – это усредненная ошибка на всей обучающей выборке. Функция потерь – про один объект. Функционал ошибки – про целый набор объектов. Вот разница в этом. Зачем делим на L? Ну, типа, как я сказал, вот это делается, чтобы у меня была как бы средняя ошибка, а не суммарная ошибка. В терминах средней ошибки проще рассуждать. Вот я вам скажу, например, вот у меня выборка из тысячи ресторанов. Я в среднем ошибаюсь с прогнозом прибыли на миллион рублей. И это будет понятно. А если я вам скажу, что вот у меня выборка из тысячи ресторанов, суммарная ошибка на них – миллиард. Что это значит? Не очень ясно. Просто в терминах среднего как-то нам комфортнее рассуждать. Только в этом дело. И да, значит, вы правильно понимаете, что если все члены группы, то видят только спикера, все члены группы и участники – все-все, да, все верно. Да, вот и еще один момент, правильно, чтобы вы мое внимание обратили. Вот есть два термина, которые тоже синонимы – функционал ошибки и метрика качества. Вот если у меня будет что-то, что я хочу, чтобы было поменьше, что я буду уменьшать, то это функционал ошибки. Функционал ошибки – это если я что-то минимизирую, если я хочу, чтобы оно было поменьше. А если у меня будет что-то, что я хочу, чтобы было побольше, то это у меня метрика качества. То есть, например, если я, допустим, буду изменять долю верных ответов, то это будет метрика качества, потому что я хочу, чтобы верных ответов было побольше. Ну, мы тоже с этим еще с вами встретимся. Еще вопросы тут есть какие-то? То есть в Coinday что-то еще спросили меня. Как понять корректность функции потерь? О, это вообще отдельная тема. Типа, ну смотрите, про это будет следующий слайд, я сейчас скажу про это. То есть презентация, на нее ссылка будет на Вики, ну и давайте я в канал тоже кину. Это еще раз про разницу между функцией потерь и функционал. Значит, смотрите, функция потерь – это что-то, что измеряет мне ошибку на одном объекте. Вот я взял объект x, посчитал на нем прогноз A от x, взял правильный ответ y и посчитал ошибку как-то. Насколько у меня правильный ответ отклоняется от прогноза для одного объекта. А если я это делаю для всей выборки, если я считаю такую среднюю ошибку по всей выборке, то это функционал ошибки. Ирина ответила на ваш вопрос? Или еще раз? Да, и вот, Анна, вы правильно говорите, название зависит от цели. Если я минимизирую этот функционал ошибки, если максимизирую, то метрика качества. В остальном это одно и то же. Хорошо. Это важный момент. Мы про это тоже будем говорить с вами, но вот функция потерь – это что-то, что вы должны выбирать в зависимости от вашей задачи. Вы должны внедрить вот все требования к модели, вот все, что вы от нее хотите, все, что вы там считаете нужным, функцию потерь. Допустим, вы хотите, чтобы вы ни в коем случае не завышали прогноз. Допустим, вы хотите, чтобы ваша модель никогда вам не выдавала прогноз выше, чем будет на самом деле. Занижать можно, завышать нельзя. Это нужно включить функцию потерь. Нужно сделать очень большой штраф за то, что ваш прогноз выше факта. Если вы так сделаете, модель тогда тоже будет учитывать, получится как вам надо. И вот как бы, короче, как выбирать функцию потерь. Общий принцип – вам нужно собрать с вашего заказчика, с вашего руководителя все требования к решению и их внедрить в функцию потерь. Какие-то примеры тоже мы будем немножко обсуждать. Вот Илья говорит, что в лог-регрессии, в логистической реверсии максимизирует правдоподобие. Да? Да. Ну, мы до этого дойдем. Это тоже у нас будет. Так, пример метрики качества вот привести. Ну, вот мне сейчас немножко сложно, потому что там для классификации обычно метрики качества вводятся. Давайте вот немножко отложим это, да? Мы дойдем до этого. Пока это будет какое-то абстрактное определение. Просто сейчас это потребует мне время, чтобы ввести какую-то метрику качества. Правдоподобие? Да, правдоподобие будет метрикой качества. Но просто правдоподобие – сложная концепция, поэтому не хочу сейчас. Значит, что дальше будем делать со штрафом? Вот, хороший вопрос. Значит, вот про это мой следующий слайд. Со штрафом будем делать следующее. Значит, вот, смотрите. Вот есть у меня там обучающая выборка. Вот есть, вот тут неправильно написано, функционал ошибки. И есть какой-то набор моделей, семейство моделей. Вот, а красивым я буду обозначать. Ну, вот, например, это все возможные вот такие линейные модели. Да? Вот вообще все-все-все линейные модели, которые вот у меня есть, со всеми возможными коэффициентами W1, WD, вот я их рассматриваю. Вот у меня есть такая куча моделей с разными этими коэффициентами W1 и так далее. И вот, по сути, под обучением, вот она же называется там, да, тема машинное обучение, под обучением понимается следующее. Обучением я буду называть поиск из этой кучи моделей той модели, которая имеет наименьшее значение функционала ошибки на обучающей выборке. То есть, обучение – это поиск модели, которая ошибается на моих данных меньше всего. Вот идея такая. Вот для этого мне нужен функционал ошибки. Я буду дальше искать модель, у которой средняя ошибка как можно меньше. Ну, формально это записывается вот как. Значит, функционал ошибки… Так, что это мы не рисуем? Простите, у меня тут что-то немножко подвисло. Ну, что, серьезно, что ли? Ладно, я остановлю сейчас. У меня зум завис. Это безобразие какое-то. Сейчас я с этим разберусь. Ну, ужас. Ужас вообще. Что это такое? Как так можно? Ну, что это такое? Молодцы. Ну, ладно. В общем-то, это у меня, кажется, слайд такой уже… Ладно, я, наверное, перезайти не могу тоже. Ну, ладно. Тогда я договорю так. Значит, смотрите. Вот, значит, как это записывается. Вот у меня есть какой-то функционал ошибки. Обозначается он Q от A и X. То есть он зависит от конкретной модели. Вот я ему даю модель A и даю мою выборку X обучающую. И он мне выдает какое-то значение ошибки. Насколько эта модель A ошибается на этой выборке. И дальше вот такая операция. Мы с ней столкнемся много раз. Вот сейчас я про нее поговорю. Арг минимум. Значит, операция следующая. Я ищу среди всех моих моделей A ту, на которой ошибка самая маленькая. На которой ошибка Q самая маленькая. И вот это как раз и есть обучение. Поиск модели с наименьшей ошибкой. Посмотрю на ваши вопросы. Значит, R – это все числа. Да, R – это все возможные вещественные числа. Да, обучение – это поиск идеальной развесовки W. Все правильно. Модель не состоится заново каждый раз, когда мы это делаем. Нет, смотрите, нет. Действительно, мы это обучение делаем для каждой задачи заново. То есть вот мне пришла какая-то новая выборка. Я провожу процедуру обучения. Аргмин – да, это значит аргумент, при котором значение минимально. Да, мин – это минимальное значение, аргмин – это аргумент, при котором значение минимально. Да, все верно. Q – это функционал ошибки. А, я кажется… Q – это функционал ошибки. Аргмин – это… не аргмин, да, аргмин это реально есть такой оператор в математике, да, это как бы действительно такое есть. Ага, вот все, у меня заработало. Отлично. У меня просто мышка садилась, кажется. Значит, и так, ну что, у нас еще осталось пять минут, можем немножко обсудить с вами, значит, еще пару моментов. Вопросы про функционал еще какие-то есть? Значит, да, i – это индекс объекта, l – число объектов, d – это число признаков, d – это число признаков. Еще какие-то вопросы? Что функциональные ошибки в скобочках? Значит, a – это модель конкретная, x – это обучающая выборка. И вот, значит, q у меня зависит от модели, от обучающей выборки. Аргмин находит одну модель. Запись лекции. На Вики будет ссылка в канал, на что же я пришлю запись. Можете потом пересмотреть. Итак, функция потерь и функциональные ошибки должны быть похожи. Функциональные ошибки задаются через функцию потерь. То есть функциональные ошибки – это просто среднее значение функции потерь на моей обучающей выборке. Я задаю функцию потерь. Функциональные ошибки получаются из нее автоматом. Значит, английские термины. Функция потерь называется loss function. Функционал вот тут в английском не особо есть для этого термин. Скорее, что-то наше такое локальное для удобства. Обычно в английском называют и то, и то loss function. Просто если на одном объекте считают, это loss on one example, а функциональные ошибки – sample loss, ошибка на выборке. Запись семинаров тоже будет. Что понимается под всеми линейными моделями? Они отличаются только весами. Типа вот у меня набор признаков фиксирован, и у меня меняется только набор весов. Вот разница такая. Разные линейные модели, модели с разными весами. При этом важно заметить, что не все задачи, с которыми мы будем работать, имеют такую постановку. Не всегда я буду брать какой-то функционал и его минимизировать на обучающей выборке. Бывают задачи обучения без учителя, где у меня есть какая-то задача кластеризации, где нужно просто сгруппировать мои объекты по похожести. Бывают задачи обучения с подкреплением, где там вообще у меня модель взаимодействия со средой регулярно под нее подстраивается. Короче, многое из разных типов задач. Но вот то, что я сейчас сформулировал, это, наверное, такие основные вообще задачи, где у меня обучающая выборка, я на ней минимизирую ошибку. Они лучше всего изучены, и именно с ними будем работать больше всего. Вот как-то так. Вопросов много есть к тому, что я сейчас озвучивал. Там, например, вопрос, как поставить задачу, что правильно брать в качестве объекта и ответа. Это приходит с опытом, но мы будем много задач обсуждать, вы там как-то потихоньку к этому привыкнете. Какие признаки использовать? Тоже как большой вопрос, и это в каждой задаче по-своему. Тоже это там, когда вы будете решать какие-то реальные задачи, если будете работать с этим, тоже это нужно обсуждать, думать, узнавать у специалистов, как это решается, ну и так далее. Где взять обучающую выборку? Тоже большой вопрос, про него я говорил. Как подготовить обучающую выборку? Кстати, у меня опечатка здесь. Про это мы поговорим. С этим мы разберемся. Как выбрать метрику качества? Про это тоже поговорим. Как обучить алгоритм? Это мы тоже будем обсуждать. Как оценить качество алгоритма? Это тоже то, что будет в нашем курсе. Ну и потом, когда обычно модель готова, еще следующий этап, как внедрить алгоритм, как сделать, чтобы он работал там постоянно, решал эту задачу, обновлялся и так далее. Ну, про это мы там уже поговорим в последнем курсе нашего майнера. Короче, вопросов много, на которые нужно уметь отвечать, чтобы решать такие задачи. Ну, вот на некоторые из них мы в этом курсе изучим ответы, про какие это будет дальше, а какие только с опытом можно научиться решать. Ну, на этом, наверное, я не буду больше ничего рассказывать. Давайте на ваши, если какие-то вопросы у вас остались, давайте на них отвечу. Значит, зачем разграничивать функцию потерь функционал? Ну, вот мне кажется, так удобнее, что вот типа я ввожу функцию потерь для одного объекта, дальше уже там считаю какое-то ее среднее значение по всей выборке, его минимизирую. Но в целом можно не разграничивать. Как вам удобнее? Презентации пока нет, я выложу чуть позже на Вики вместе с записью. Еще вопросы? Сколько всего существует линейных моделей, из которых выбираем при обучении? Бесконечность. Бесконечно много. И нужно, несмотря на это, как-то выбрать лучшую. Такая задача. Что происходит на Кегле? Вот проще, если вы зайдете. Вот реально вот это будет быстрее. Зайдите на KGL.com, посмотрите на соревнования, и вы все поймете. Если нет, смотрите в следующий раз, я расскажу. Как скоро изучим работу с текстами? Ну, в этом модуле. Я думаю, мы где-то до текстов дойдем где-то в марте только. В тот момент. Ну что? Расходимся тогда? Вроде вопросов больше нет. Все, спасибо, что заглянули. Тогда увидимся с вами через неделю. Как я говорил, если есть какие-то вопросы остались, то пишите мне там в Telegram или там попросите консультацию. Тоже созвонимся. А так увидимся в следующую среду. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok